Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Ученые предложили запустить на Луне левитирующий робопоезд. Специалисты НАСА представили план по созданию на Луне транспортной системы на основе левитирующей роботизированных поездов. Проект получил название «Флоуд». Исследование опубликовано на официальном сайте Космического агентства. «Флоуд» стал частью программы «Инновационные передовые концепции НАСА», предназначенной для разработки различных научно-фантастических решений для освоения космоса. По мнению авторов инициативы, «Флоуд» получится запустить на Луне уже в следующем десятилетии. «Мы хотим построить первую лунную железнодорожную систему, которая обеспечит надёжную, автономную и эффективную транспортировку полезной нагрузки на Луне», – отметил руководитель проекта Итан Шаллер. Согласно задумке, «Флоуд» будет представлять собой дорожки из трёхслойной плёнки, над которыми парят роботы с тележками. Устройства смогут двигаться со скоростью около 1,6 км в час и транспортировать до 90 тонн материалов в сутки. Учёные отметили, что такой дизайн поможет снизить износ техники от контакта с жёсткой лунной пылью. Китай начал строить «Скайнет» – сеть интернет-спутников с глобальным покрытием. С космодрома Сичан на юго-западе Китая ракета-носитель Чанчжэн-3Б подняла в космос экспериментальный китайский спутник «Смарт-Скайнет-01» для создания космической интернет-сети «Скайнет». В последующем в космос будет выведено 16 или 32 подобных спутников для создания глобальной сети. Высота базирования спутников «Скайнет» составит 20 000 км, или в 40 раз выше аппаратов «Старлинк». Первый спутник будущей сети послужит экспериментальной платформой для проверки работы технологий связи от радиочастотной до космической лазерной, чтобы транслировать данные в космосе по лучу от спутника к спутнику. Более высокая орбита группировки «Скайнет» увеличит задержки сигнала по сравнению с сетью «Старлинк» компании «Спейс Икс», но пропускная способность сильно не должна пострадать. Параллельно сети «Скайнет» Китай будет разворачивать в космосе две другие группировки спутников связи «Гуовэнг» и «Джи-60» «Старлинк», обе по 12 000 спутников в каждой. Это будут сети на низкой околоземной орбите, полностью подобные «Старлинк». В последующем сети «Скайнет» на средней орбите будут объединены с сетями на низкой орбите. Интересно отметить, что наземная система слежения за гражданами Китая с распознаванием лиц также носит название «Скайнет», но о связи наземной системы видеонаблюдения и сети космического интернета на сегодняшний день неизвестно. Сеть «Скайнет» разместится несколько ниже сетей GPS и Beidou, спутники которых находятся на орбитах высотой 20 200 км и, соответственно, 21 500 км. Разрабатывает аппараты и сеть «Скайнет» китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Согласно расчетам разработчиков, будущая сеть космического базирования обеспечит доступ в интернет всем типам пользователей во всех сценариях и во всех доменах. После завершения строительства сеть будет предоставлять персонализированные услуги широкополосной сети без слепых зон по всему миру, заявил представитель корпорации после сообщения об удачном запуске спутника. Возможно, это будет одна из первых космических интернет-сетей, разрешенных для работы на территории России, хотя в Российской Федерации также разворачивается собственная сеть интернет-спутников. Предсказано обнаружение экзотических черных дыр Ученые предсказали, что космический телескоп Нэнси Грейс Роман будет способен обнаружить экзотический класс легких черных дыр, гипотетических объектов, которые до сих пор не были обнаружены. Считается, что первичные черные дыры образовались в результате коллапса плотных сгустков материи спустя несколько мгновений после Большого Взрыва. В момент своего рождения Вселенная пережила короткую, но интенсивную фазу, известную как инфляция, когда пространство расширялось быстрее скорости света. В этих особых условиях области, которые были более плотными, чем их окружение, могли коллапсировать, образуя первичные черные дыры малой массы. Хотя модели показывают, что самые маленькие черные дыры должны испариться до того, как Вселенная достигнет своего нынешнего возраста, те, у кого масса аналогична земной, могут существовать до сих пор. Обнаружение первичных черных дыр позволило бы больше узнать об очень ранней Вселенной и позволило бы с большей уверенностью утверждать, что ранний период инфляции действительно имел место. Эти объекты также могут составлять некоторый процент темной материи. В Китае появился телескоп для изучения космической погоды. Китайские специалисты построили первый в стране телескоп для изучения космической погоды, наблюдения за космическими сцентиляциями. Учёные уже провели технические испытания устройства. Благодаря этому аппарату исследователи смогут эффективно осуществлять повседневное наблюдение за межпланетной космической погодой и предоставлять высококачественные данные как для китайского, так и для международного научного сообщества. Космическая погода – это совокупность явлений и процессов в космическом пространстве, которые связаны с активностью объектов в космосе, в том числе Солнца. Наблюдение помогает избежать многих рисков. К примеру, основные аспекты влияния Солнца на космическую погоду – выбросы корональной плазмы, высокоскоростные плазменные потоки, солнечные космические лучи, ультрафиолетовая радиация, солнечный ветер. Боинг предложил привезти образцы с Марса на своей очень дорогой ракете. НАСА ищет бюджетные идеи для получения образцов марсианских пород. Однако Боинг предлагает одноразовую миссию с использованием дорогостоящей ракеты Space Launch System, сокращенно SLS. Этот подход, отстаиваемый бывшим ученым НАСА Джимом Грином, направлен на снижение сложности миссии. Однако SLS печально известна своей высокой ценой. Стоимость одного запуска может превысить 2 миллиарда долларов. Грин доказывает преимущество одного массивного посадочного аппарата, который будет нести все необходимое для извлечения и возвращения образцов. Это контрастирует с текущим планом НАСА, предусматривающим два запуска европейского космического аппарата. Хотя Боинг заявляет о запуске в 2034 году и возвращении образцов к 2035 году, детали бюджета остаются неясными. Это вызывает опасения, поскольку на горизонте маячат более дешевые сверхтяжелые ракеты, такие как Starship. Сербия присоединилась к китайскому проекту лунной базы. Соглашение об участии в Международной лунно-исследовательской станции, разрабатываемой под руководством Китая, подписала Сербия. Соглашение было подписано в ходе государственного визита председателя Китая Си Цзиньпина в Сербию. Ранее Министерство науки, технологического развития и инноваций Сербии подписало меморандум о взаимопонимании с Национальным космическим управлением Китая. Стороны также подписали в дополнение к меморандуму по лунной базе меморандум о сотрудничестве в области инноваций в исследовании и мирном использовании космического пространства. Возглавляемая Китаем лунная программа предполагает построить постоянную лунную базу в 2030-х годах. Китай также намерен отправить людей на Луну до 2030-го года. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкастов RedBarn. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна. Редактор субтитров А.Семкин